Сына и Святаго Духа Сегодня мы слышали Евангельское повествование о том, как к Спасителю подошел некто и говорит Учителю, благей! Что мне нужно делать, чтобы упастись? Ну что Господь отвечает? А что это ты меня благим называешь? Благой кто у нас? Только Бог. То есть, что мы видим? Он подходит к Богу, зная, что это Бог, Сын Божий. Но его искушает. Что делать, чтобы спастись? Что он разве не знает? Бог Таинский, то есть заповеди дал. Заповеди, десять заповедей. И Господь говорит ему, ну заповеди знаешь? Знаю. Соблюдаю. А его где соблюдаю? То есть, все знает. Все понимает. Но подходит, спрашивает. Я на эту тему уже говорил. Таких много. Есть, подходит, особенно к священнику любит подойти. Что-нибудь спросить. Ему не нужно. Ответ ему не нужен. Ему нужен процесс ответа. Или как сейчас молодежь говорит, а как ты париться будешь? Во-первых. А во-вторых, чтобы вовлечь в спор. Сейчас многие слушать не хотят. Сейчас говорят, пытаются перевить, сказать. И мысли люди сейчас многие не слушают, мысли не ловят. А реагируют на отдельные слова. Сейчас большинство так слушает. И вот что-нибудь говоришь, сразу от этого слова отталкиваются. И ты человек, вопрос вот по этому слову, по этому слову вопрос, по этому слову, чтобы рассеять, распылить. Кто у нас самый распыленный, рассеянный? Сатана. Поэтому, если у нас есть потребность рассеивать, мы уже бесоподобные. То есть, говорит о том, что у нас гордыни много. А это самое главное бесовское качество – гордыня. Так? Потому что у нас много гордыни. А чем больше гордыни, тем человек тупее. Амбициям больше, больше и больше. Как? Тупее почему? Объяснил. Не надо. Потому что если можно быть и гордым, и умным. Это вещи взаимопротивопротивоположные. Как гордыня и любовь. Друг друга исключают. Или любовь и смирение. Или гордыня и нет любитой злости. Ну, ну, яблоки, какие-то качества такие. Точно так же. Гордыня и премудрость – это вещи несовместимые. Премудрость – это свойство Божие. Гордыня – свойство сатаны. Два этих свойства сочетаться не могут в одном словике. Или, или. Поэтому, чем у человека больше гордыни. То есть, гордыня – что такое? Это упрямство, строптивость, настырность. Это своеволие, своенравие, самомнение. Это я. Я прав. Я лучше знаю. Так. Я вижу, что он меня больше знает. А хочется себя умным показать. Прошу обратить внимание. Что мы делаем? Когда хотим себя умными показать. Мы начинаем, опять же, оспаривать. Так. Или отталкиваться от его слова. Свои слова говорить, умные. Или на худой конец. А где ты это вычитал? А какие источники ты использовал? Это последний момент, последнее пристанище тупых гордецов. А где ты это, откуда ты это знаешь? Откуда ты знаешь это? Вот я такого умения не знаю. А ты откуда знаешь? Так вот. Молодой человек спрашивал. Я сейчас не буду говорить о том, что Господь говорил о раздайме денищем. Так. Мы уже недавно над темно говорили. Совсем недавно. Это месяц назад. Поэтому повторяться не буду. Так. И дело не в том, сколько мы имеем. А в дело в том, как мы к этому относимся. Может быть нищим, но богатым, который не войдет в Царство Небесное. И мы знаем притчу про одного монаха, который имел свою одну монетку. Но он со службы выходил, выйдет и радуется. У меня монетка есть. Естественно, он в Царство Небесное не попадет. Можно иметь много денег. Так. И в эти Царства Небесное. Можно и наоборот иметь много денег и в Царство Небесное не попасть. Что чаще всего бывает. И наоборот. Зависит опять еще раз говорю. Несколько мы имеем. А как мы относимся к тому, что мы имеем. Вот что главное. И еще. Это относится не только к деньгам, но и к кому-то другому. Я имею в виду не только материальные предметы. И к своим знаниям, еще к чему-то. У кого-то к своей внешности. У кого-то еще. Опять же. А кто дал мне ее внешность или там ум. Или там еще силы. Или еще что-то. Так вот. Бог дал. Это не мое. Все. Сейчас такое или такая. Завтра паралич разобьет. И все. Ни ума, ни силы. И все остальное исчезнет. И когда мы понимаем, что в этой жизни ничего у меня нет. Как сказано, голый родился, голый уйдешь. Ничего мы не имеем в этой жизни. Так вот. Но дело сейчас не о том. Речь не о том. А речь о том, что подошел человек и хотел спорить. Он не просто так сказал. Он провоцировал Бога на спор. И Бог его сразу обрубил. По двух позициям. Во-первых. Почему ты называешь благим? Потому что никто не благ, только Бог. Значит, ты меня Богом признаешь. Ему деваться некуда. Что делать, как спастись? Опять Бог говорит, заповедь знаешь. Да, знаю. Да, знаю. Тогда Господь последнему козырь. Самое слабое место его указывает. Но продай и раздай нищим. Войдешь в Сарск небесное. И что апостолы говорят? Вот, наверное, никто спастись не может. И Бог говорит, невозможно человеку, но возможно Богу. То есть, вот здесь Бог говорит. И о церкви, которая будет. То есть, о нас с вами. О нашей церкви говорит. О святых таинствах Бог говорит. Потому что сам человек, если имеет одну добрость, ну две, ну три, он обязательно вляпается в какой-то другой грех. Он из одного вылез, в другой вляпается. Не надо думать, что я такой праведный или праведная. Ну и в этом праведный, а в этом грешник большой или грешница. И человек самому спастись трудно. Так вот, а Бог там дал церковь. А точнее, что такое церковь? Это не место, где мы с вами стоим. А это святые таинства. Крещение, миропомазание. Исповедь. Причастие самое главное. Священство, естественно. Соборование. Венчание. Мы что-то забыли про венчание. Забываем. Упрямо. В таинствах мы спасаемся. То есть, таинство нас избавляет от грехов. Потому что в причастии мы слимемся с Богом. Выстрелом прощаются грехи. И получаем силу. В других таинствах, в том же соборном, получаем силу Божию, помощь Божию. На борьбу с теми грехами, которые хотим бросить, но не можем. А вот таинство венчания, я еще раз говорю, многие его что-то напрочь забыли. Принципиально забыли. Знают, что есть такое? Но не хотят об нем блуда. А оно из блуда может сделать святой брак. Из блуда. То есть, любой невечный брак, сами понимаете, что это такое. Я мягко скажу, не совсем хорошо. Я молчу там про то, что сейчас гражданский брак называют. Вообще молчу, даже про это заикаться не хочу. Это даже расписанный брак, но не венчанный. Это тоже, ну, мягко говоря, отношения плотские. А когда венчанный, а это уже чистое. А отношения чистые. И все чистое. Вот что делают святые таинства. Действия святого духа, действия Божьей. Поэтому Бог и говорит, что да, вам невозможно. Но Богу возможно. И Бог там дал. А мы бы что-то не берем. А нам не надо. Мы на испытии сюда стремимся. Нам причащаться в другой раз. Некогда или лень, или неохота. И всякие причины к этому находим. Бог дал. Ну и опять вернусь к началу. Подошел в голову человек. Для чего? А ты покажи. А на что ты способен? А как ты будешь говорить? А я такой умный, что мы поспорю. И мы, ну да, какая наглость. Сыном Божьим спорят. Может, не понимал человек до конца? Да нет, понимал. Он сказал, благой. Но. А мы что, с Богом не спорим? А мы все время с Богом спорим. Вот пример. Нас всех жизнь бьет. У всех проблемы, болезни, скорби, несчастья. Проблемы с детьми, проблемы с семьей, проблемы на работе, проблемы. Но везде проблемы. Проблемы со здоровьем. Жизнь бьет всех. Если я понимаю, что мои проблемы или там болезни, это плоды моих грехов. Если я с этим смиряюсь и понимаю, что это я виноват во всем. То. У меня это проблема. То есть наказание или уменьшается, или снимается. То есть наказание не Бога. Мы их себе сами. Мы в них влезаем. Премьер такой, простой, самый глупый. Пальцем в розетку сумму. Кто виноват? Министр энергетики? Или я сам виноват? Или там. Помню, у нас был один гениальный президент, который обещал наивиться лечь. Умер, но не лег наивиться. Хотя все ждали, когда ляг. Вот если лягу нарез, останутся без ног. Кто виноват? Министр путей сообщения? Машинист или я? Конечно, я. Ну, я, к примеру, дурацкий привожу. Но. Дело не в этом. А дело в том, что наши болезни и несчастья, это мы сами себе создаем. Я специально примитивные примеры привожу. Мы сами себе делаем. И когда человек понимает, что я виноват, смирился с этим и раскаивается, и меняется. А еще раз напомню. Покаяние, это не значит, не только священие, по-наискому сказать, этого мало. А еще жизнь изменить. То есть сказать наисты и раскаивается. И больше так не делать. Вот это покаяние. То есть меняем жизнь. Тогда да. Тогда наказание снимается. И дается то, что нужно. А когда человек, если плохо показывает, он может не сняться, а там приостановится. Ну и то хорошо. А когда мы не хотим понимать, что мои проблемы, мои беды, мои болезни, это плоды моих грехов, а ропщим на судьбу, значит, мы поступаем точно так же, как поступил этот молодой человек, который прошел к Богу. Он с Богом хотел спорить, и мы с Богом спорим. То есть, Господи, я не признаю то наказание, которое я себе сделал. А некоторые ропщат еще на Бога, обижаются. Это вообще наглость. То есть сам себе жизнь портит, а на Бога обижается, чтобы Бог так вот ему сделал. Я сам себе делаю. То есть спорим с Богом, делами своими спорим. Это еще хуже, чем словами. Поэтому эта Евангелие, опять напомню, что такое Слово Божие, оно охватывает очень много. Вот одна притча, сколько там моментов? Можно, да, самое примитивное, зацикливаться там на богатство. Правильно, да, конечно. Можно и там в другом, на искусстве, там, ну, что для нас важно. Кто-то, как некоторые, живут, у меня работа, самое главное. Работать надо, и зарабатывать надо. И чем больше, тем лучше. Потому что семью надо кормить. А когда человек, у него смысл жизни, работа, и семья по боку, как это тоже наблюдается в нашем обществе, работа на первом месте, а с кастрюлями не хочу, не мое это. Так? Что получается? Для нас это важно. То есть, мы не хотим выполнять те функции, которые бог дал. А я не себя только что мне сказал. Потому что бог и мужчине, и женщине дал разные функции. А мы хотим выполнять не свои функции, зачастую нравится многим. Так уже опять спор с богом. И то, что для меня более ценное, не то, что бог дал. То есть, не семья там, а, допустим, работа. Тоже спор с богом. И пример можно море привести. Вот одна притча, а пример, сколько граней нашей жизни она отражает. Но я сейчас взял более, вот, спор с богом. Мы с богом спорим, все время спорим. И таинством почему-то не хотим пользоваться. А это нам... Бог пришел в смирение. Показал нам идеал смирения. Высшее смирение показал. Он ни с кем не спорил. Он, да, отвечал, но ни с кем не спорил. И смирялся, и смирился. И к Пилату повели. Так? Он же не доказывал, что я... Они не правы, вот я хороший. Видал? То есть, он нам высший идеал смирения показал, Господь. А мы, как бы с богом себя ведем, этим недовольны, это не принимаем, сами натворим, обижаемся. Да еще раз говорю, жизнь всех бьет. И суть-то не в том, что кажется, что вот хорошо ему или ей. И в этой жизни все мучаются. В этой жизни счастливых нету. И здоровых нету. И богатых тоже нету. Денег у всех не хватает. Даже у буржуев. Даже у миллиардеров, когда он точно знает. Им тоже мало. Потому что запросы разные. И расходы разные. Так, дело не в том, что мы имеем. А дело в том, как мы к этому относимся. Аминь. Поздравляю с праздником! Поздравляю с праздником! Продолжение следует...